Я хотел бы начать нашу ежегодную церемонию Харламов Трофи, постараюсь, чтобы официальная часть не была слишком затянута. Во вступительном слове я скажу, что Паша в этом сезоне во второй раз, не подряд, а во второй раз в карьере, получает этот приз. Игрока, лауреата выбирают сами игроки, то есть каждый называет тройку, Паша тоже называл, потом мы суммируем и определяем победителем. Даже дело не в этом, кто там первый, кто второй, а в том, что это прекрасный повод встретиться с Пашей и пообщаться, потому что мы очень уважаем и любим этого человека и постоянно пишем его в нашей газете. Сейчас я хотел бы предоставить слово Игорю Мильянову и главному редактору Игорю Коцу. Да, только ему. Игорь, пожалуйста. Добрый день всем. Если бы Павла Дацука не было, его стоило бы выдумать. Не будь у него четырех леди Бинг Трофи, вручаемых главному джентльмену НХЛ, ему бы стоило примерить смокинг хоккейного джентльмена года, совместного приза комсомолки и советского спорта. Ведь среди наших футболистов находить истинных джентльменов с каждым годом, увы, все труднее. Не будь у России Жванецкого, его мог бы заменить русский центр-форвард Детройта. Откройте любое интервью Павла, и настроение ваше улучшится. Нечастый материал с Досуком всегда украшение свежего номера советского спорта. Вот избранные места из бесед с уральским волшебником. Вы сами ведете свой твиттер? Твиттер, фейсбук, велосипед, машину. Всегда все веду сам. Где меньше нарушений, в КХЛ или НХЛ? На дорогах в России. С кем НХЛовцам легче переживать локаут? С Антоном Чеховым или с Федором Достоевским? С Бенджамином Франклиным. И, наконец, чемпион среди всех искрометных ответов Досука. Вы долго шли в лидерах среди бомбардиров НХЛ. Обидно, что вам не достанется арт-роз-трофи. Главное, чтобы я не получил арт-роз-трофи. А что говорят о нем соперники? Защитник Феникса Кит Йенделл. Этот парень просто отвратителен, в хорошем смысле слова. За ним интересно наблюдать со стороны, но играть против него это сущий ад. Вручая сегодня Павлу II его карьере Харламов-трофи, мы вместе со всеми российскими болельщиками надеемся, что через полгода в февральском Сочи современные последователи великого Валерия Харламова во главе с Досуком поднимут над головой кубок олимпийских чемпионов. Прошу родственников великого легендарного хоккеиста и главного редактора советского спорта Игоря Коца вручить приз Харламов-трофи. Павлу Досуку. Павлу Досуку. Мы хотим, семья Харламов, поздравить тебя, пожелать тебе здоровья в этом нелегкой работе, удачи, ну и самое главное, стать олимпийским чемпионом. Очень приятно получить этот приз. Да, здесь не на площадке, там полегче. Большое спасибо и всегда приятно получить этот трофей, я этим очень горжусь. И нам очень приятно, что ты получаешь. Спасибо большое. Ну давайте осядем на места, я обязательно каждому дам слово. А сейчас я хотел бы посмотреть видео, которое, во-первых, идет под песню, которую сочинили о Павле Досике. Это, по-моему, второй случай на моей памяти, когда хоккеисты нашим сочиняют песню, еще был о Саше Овечкине. И второе, там есть два гола шедевральные. Первый гол был признан лучшим в НХЛ вообще в сезоне, а второй гол был признан лучшим в сезоне КХЛ. То есть это уникальный случай, когда один хоккеист забивал самые красивые голы в одном сезоне по обе стороны океана. Давайте, запускайте, пожалуйста, видео. Павел Датсу, в самом деле, Датсу был как магистр, которые он может делать с пахом. Арт-Тревор Томпсон recently found that out first hand in this week's edition of Trey Taze Up. Свердлов, зима, сортировка, старые коньи, хоккей, дворовая коробка, мальчик Паша, в шарфе хребчинтов, гоняет шайбу с ребятней с утра до вечера. Позже юность, первый тренер, дядя Вова, после школы Паша мчит на тренировку вновремя, дорога в центр, на тринадцатом трамвае, сука с формой, пару кресел занимает. Середина девяностых, первые успехи, тренер голоухов на плечах уже до спехи, сказфер Волска, потом энергия Динамо, карьерный рост, и тут обидная травма. После трата красных крыльев, это правда, а ведь колено вряд ли заживет до завтра. Но Владимир Крикунов с белым барсом помог подняться и в Детройке оказаться разом. Обладатель двух золотых рук, Авин Датсу. На уране любят его и ждут, Авин Датсу. Гениален, как путь, а не на льду, Авин Датсу. Уникален, исполненный им любой трюк, Авин Датсу. В арсенале сотни фокусов припасов, Только лентяй не забивает с его паса. Напрасно и будет любая оборона против Того, кто на одном коньке противника обходит. Дисциплинирован, воспитан и предельно сдержан. Леди Бинг докажет, насколько Павел вежлив, и не мешает одобрению Фрэнка Джиас Элки, что Павел носит пару глаз на своем задылке. Пылкой схватки держит крюшку мертвой хваткой, где нехватно слева смело мчится по площадке. Нет пощады, ворота вражеской команды, У Татсука в обойме еще спрятаны таланты. Эй, эй, Покетан, номер один, победит по полуке кран, Бига Диджой, фрон, нехотер и дэр, Мэйк со мной, столь и ману на Татсу. Будет адреналин, снова фирменный вылет, Быстрее скорости пули прямо в ворота летит. Худит скотион, люди зажигают огни, Номер тринадцатый для них это номер один. Обладатель двух золотых рук, Амин Датсун, на урале любят его и ждут. Амин Датсун, гениален, как путь и али на льду. Амин Датсун, уникальный, вспомненный им любой трюк. Амин Датсун, вашу школу плюс непростой труб. Амин Датсун, за которым, как сталь, бойбой дух. Амин Датсун, если слагата победит, Вот этот Голл Нэшнл лучше в НХЛ в сезоне. Амин Датсун, значит тебе повезет, друг. Амин Датсун, вашу школу плюс непростой труб. Амин Датсун, вашу школу плюс непростой труб. Амин Датсун в будущем еще получит главный приз, Когда кубок выиграет автомобилист. Обладатель двух золотых рук, На урале любят его и ждут. Амин Датсун, гениален, как путь и али на льду. Амин Датсун, вашу школу плюс непростой труб. Амин Датсун, за которым, как сталь, бойбой дух. Амин Датсун, если слагата подмекнул друг. Амин Датсун, значит тебе повезет, друг. Амин Датсун, вашу школу плюс непростой труб. Отличная песня. Поставьте, пожалуйста, коротенькое видео этих ребят из Екатеринбурга. Они записали. Привет, страна! Привет! Здравствуйте, дамы и господа! Здравствуйте, Павел! Мы очень рады поздравить вас с этой наградой! Мы гордимся нашим земляком! Пожелаю вам большого успеха! Вы уверены, что главные победы все еще победили. Поздравляем! 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 И буквально пара вопросов, Сергей. Вот к нам прилетел один из музыкантов на церемонию. Не спеши. Три человека, которых Вы сейчас видели в кадре. И справа это Никита Литвиненко, в принципе, автор песни. Вообще все это студия хип-хоп сервис записала эту песню. Слева звукорежиссер Пушкин, такая фамилия и такое прозвище, Владимир Пушкин. А в центре была Катя Лова, Екатерина Козлова. Но один из участников не попал в кадр, зато он сегодня у нас в гостях. Это Александр Амельченко. Саша, прошу. Александр Амельченко, прозвище у него Папа Лайон. Саша, несколько слов. Ну, вообще сам трек это подарок Павлу от его друзей. Мы с большим удовольствием его исполнили и записали. Я, наверное, ничего больше и лучше сказать не смогу, но пользуясь этой удачей, я просто хочу передать очень теплые личные поздравления из Екатеринбурга, сортировки пехотинцев, где я живу и где вдохновленные вашими успехами и ребята самозабельно гоняют шайбу во дворах. Спасибо большое. У нас есть еще одно видео. Человек не смог приехать к нам сюда, но очень любит Пашу и передает вам привет. Вот Владимира Крикунова поставьте, пожалуйста. Привет, я смотрю тебе второй раз, вручает Харланов, профи. Очень приятно, что ты уже не сдаешь свои позиции, продолжаешь оставаться одним из наших лучших игроков, которые играет МТЛ. Мне его посоветовал, тренер из второй команды, да, я сказал, посмотри его, пожалуйста, есть такой мальчик у нас один, хороший, да, ну пришел мальчик, пошли мы играть в футбол, около там парк, около дворца спорта в Екатеринбурге. Ну и в футбол он играл хорошо, в принципе, все. Потом поехали на сбор в Гладу, там я его увидел, наверное, первый раз, ну там все, в принципе, уже ясно было, да, что это талантливый парень. И дальше самое главное было ему не мешать. И он рос, в принципе, сам добавлялся, хотел вообще-то, видно, стать хоккеистом, да. И много работы, дополнительных, всех тренировок, все. Когда-то мы с ним говорили, там, когда мы в Митогорске играли, там 8 голов забили, они, я им говорил, что Симаковку, там, ну, да, и Краев был, ну, да, и Иванов, да, ничего, да, бывает, подождите, и мы, говорю, будем так же играть. Ну и прошло какое-то время, вот он, один из лучших игроков мира. Паша, приятно получать принц, вот этот Карлама в трофе, но я думаю, что у тебя осталась еще, наверное, одна высота, которую ты не достиг, это золото Олимпиады, поэтому я, наверное, хочу, наверное, тебе пожелать, чтобы в Сочи все получилось, в нашей сборной, и у тебя лично, и чтобы мы выиграли эту Олимпиаду, тем более она домашняя. Ну что ж, я думаю, пора, пришла пора дать слово нашим заслуженным ветеранам, людям, которые играли с Валерием Харламбом, в честь кого назван этот приз, Борис Петрович Михайлов и Владимир Владимирович Петров. Борис Петрович. Только ветераном, не называй меня. Легенда, легенда. Это более приятный. Ну вот сейчас показали моего друга Владимира Васильевича Крикунова. Паша, наверное, не помнит, когда он играл еще за молодежным в Питере. За молодежным было первенство. Я на него тоже обратил внимание, но он был непризывной, понимаете. И мне пришлось призвать троих молодых вратаря, защитника из центрального нападающего. А на примете был он маленький и Краев. Подошел тренер ихний, который говорит, Петрович, не забирай их в армию. Ну, прошел год, и потом Васильевич пришел уже в Свердловск и Паша. А я уже перешел в ЦСКА. Я звоню Васильевичу, я говорю, Васильевич, ты Пашу призвал? Призвал, я говорю, давай в Москву его. Он сначала был против, я говорю, ну, давай не доводите. Я знаю, что он служит у тебя в СКА. Я говорю, давай посмотрим, разберемся. Он прислал. Приезжает Паша. Ну, в то время, знаете, без денег же было. У великого клуба ЦСКА не нашлось 3,5 тысячи долларов, чтобы ему сделать операцию колено. Я позвонил Васильевичу, я говорю, Васильевич, я тебе обратно отсылаю парня. Я говорю, я ничего не могу сделать. Но так он вернулся в Екатеринбург. Ему сделали операцию, и он и стал играть. Мне очень приятно, что газета «Советский спорт» сделала название профи Харламова, потому что это наш друг, это память на всю жизнь. А лично Паше что пожелать? Паша, вот как ты был 20 лет тому назад скромным и великим хоккеистом? Таким же оставайся. У тебя все есть. Потому что твоя скромность, твое мастерство, оно неподражаемо. Ты великий хоккеист всего мира. Если ты знаешь и так ведешь, это вообще классик для меня. Поэтому на Олимпиаде тебе пожелаю, во-первых, без травм, и чтобы ты и наша команда России выиграла в Сочи Олимпийские игры. Успехов тебе! Ну а я как центральный нападающий хочу сказать, что Паша является одним из тех продолжателей великолепных традиций игры центральных нападающих не только Советского Союза, но и России. И, конечно, Харламов, наверное, немногие помнят, что когда-то Валерий Борисович Харламов играл центральным нападающим. Он не с Крутовым играл, нет, он играл с Фирсовым и Викуловым. Когда Анатолий Штарасов хотел продлить жизнь в хоккее Рагулину и Фирсову. И была такая система. Еще вместе с Рагулиным играл Ромишевский. И вот, то есть, это все как бы, как говорят, в масть. То есть, ты, я вот когда смотрю за твоей игрой, жалко, что у нас в стране ты редко появляешься. Это был какой-то эпизод в твоей жизни, когда ты в зрелом возрасте выступал за хоккейную команду ЦСКА, которая тебе очень благодарна, клуб, и ждет тебя буквально вчера, назад. Так что ты подумай над этим предложением. И мы хотели бы тебе, вот у нас есть у Константина Викторовича, где он? Константин Викторович, пойдите сюда. У него есть дискетка, так сказать, с фотографиями игры твоей в ЦСКА. Так, и еще мы создаем музей хоккейной славы ЦСКА. И у нас там есть две маечки, на которых ты не имеешь права отказаться, не подписав нам. Поэтому подпиши что-то такое хорошее, какие-то хорошие слова на этих маечках. Одна такая тренировочная, другая, она немножко другая, игровая. Ну, на майках подпиши, на бумаге пока не будем ничего подписывать. Не, на бумаге... Ну, понимаешь, что дело, Паш? Я твоего агента знаю, ну, лет сорок. Да, он говорит. Да, поэтому знаю, как к нему подойти, с какой стороны. Ну, думаю, что и к тебе найдем подход. Если ты... И, конечно, я тебе желаю здоровья, желаю тебе успехов там, где ты сам решил играть. Потому что это очень много, и очень много значит, и очень важно. Если ты решил там играть, ну, что сделаешь? Насильно мил не будешь. Но ты запомни еще раз, что дорога и двери хоккейного клуба ЦСКА для тебя открыты. Сегодня. Это насчет бумаги. Вчера тоже. Дай ему бумагу. Сейчас он принесет, я подпишу. Предоставляем слово заслуженному тренеру России, постоянному эксперту советского спорта и лучшему комментатору страны Сергею Ильичу Гимаеву. Я эксперт, Владимир Владимирович, вы же знаете, я все время против. Очень приятно вот Павла видеть, и такой год, и вот у нас очень напряженный предстоит. И когда мне говорят, вот поедешь туда, поедешь туда, я говорю, не, Олимпийский год. Даже мне сейчас от многих поездков отказывают, чтобы следить за всем. Вот про Павла я хотел сказать, вот просто, ну вот про Валерия говорят много, но вот он из тех людей, у кого вот не было врагов. Даже вот соперник, с кем он играл, о нем только позитивные говорят. Вот Павел как раз полный продолжатель того, как у Валеры был, что просто восхищается им все. Вот против него играет, как он сказал, вот ненавижу против него играть, но обожаю его как игрока. Так вот можно про Павла сказать, но говорим, что он там делает, но он огромную работу проводит же и в России, и вот эта хоккейная школа в Екатеринбурге, о которой мы сегодня чуть поговорим, потому что у меня есть один большой вопрос. Поэтому как раз вот огромное спасибо, что, Павел, ты привозишь действительно сюда отличных специалистов, которые показывают, как надо тренироваться и стараются передать то современное и будущее, что нужно делать. А так, конечно, по здоровью главное, что сейчас мы будем говорить, там и мечтать. Мы мечтаем все равно о феврале, но не буду ничего сейчас говорить на этот счет. И так все. Все мы в нашей стране понимаем, видим, сколько мы делаем. И вот сейчас прошли у нас универсиады, такая шикарная в Казани, чемпионат мира мы так здорово провели по легкой атлетике. Даже неожиданно так здорово прошло все. Поэтому ждем все Олимпийских игр, все с надеждой, с мечтой. Паша, тебе просто вся здоровье, а остальное ты все умеешь. Спасибо большое. Паша, посмотри, чтоб там бумаги не было. Да, копирки там, я же знаю. Это музей? Надо просто подписать. Это музей. Константин, бумагу давай сразу. Ну, чисто ты что. Это музей, сестра. А это столичные, наверное, не действительные. Поэтому, может, любые подписывают. А здесь, Макс. Посмотри, ну. Вот здесь я посмотрю. Сейчас много говорилось про ЦСКА в отношении Павла Дуцука. Но есть у нас в гостях еще один человек, который имеет отношение к родному городу. Форварда, это Екатеринбург. У нас в гостях управящий директор ВХЛ Герман Скоропупов, который известен тем, что был первым руководителем клубным Павла Дуцука еще в «Динамо Энергии», которое давно прекратило существование. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Паша. Мне, наверное, из немногих очень приятно в очередной раз встретиться с тобой. И всегда я вспоминаю ту историю, ту жизнь, которую мы с тобой прожили. Я горжусь тем, что я был руководителем, может быть, не первым, но профессионального хоккея, Паша, наверное, первым, руководителем «Динамо Энергии», где Паша играл и Паша рос. Я очень благодарен Владимиру Васильевичу Крикунову, который, могу сказать, и из меня он сделал, наверное, руководителя хоккейного, я сегодня руковожу высшей хоккейной лигой. И тогда я пришел в 97-м году в «Динамо Энергию», был там уже Крикунов, и мы с ним и с Пашей, конечно, переживали нелегкие времена Свердловского хоккея. Что можно сказать про Пашу? Нельзя передать словами достоинство этого человека. Паша сегодня является примером для многих наших игроков и, может быть, даже не только молодых игроков и ребят, которые благотворят и хотят быть похожи на Пашу, но и более мастеровитых. Вот это его выражение я добавлю всем тем перечисленным, да, и для нас, функционеров, мне кажется, это очень важно. Когда «Динамо Москва» и «Динамо Москва» руководил Крикунов Владимир Васильевич, и на тренировке в Новогорске на табло была фраза Пашки Досука «Главное не подписать контракт, а его отработать». И вот ребята, выходя на лед, тренировались, для них были вот эти стройки написаны, как нужно относиться к своей работе. Это часто не хватает сегодня нашим игрокам. Благодаря Паше мой сын изыграл в футбол, не в хоккей, мне всегда спрашивают, почему сын не играет в хоккей. Я говорю, у него есть футбол, он видел, как Паша в интернете владеет мячом, там есть ролик такой, да, когда мяч там, не знаю, 10 минут, наверное, не опускается на землю, и он с ним вытворяет что-то такое невероятное для меня, и, конечно, для моего сына он является большим примером. Паш, от себя лично, от всей высшей хоккейной лиги, от 26 регионов сегодняшних клубов, наверное, от всех ребят, высшая лига тебя тоже поздравляет, от себя лично, с замечательной, так сказать, номинацией, выигранной, Харламов Трофи, здоровья тебе, всего самого хорошего, здоровья твоей дочери, 26 день рождения, кстати, у моего сына сегодня, им 11 лет. Кстати, 11 лет назад Павел, я всем напомню, привез первый раз кубок Стэнли в город Екатеринбург, то есть первый раз в истории кубка Стэнли, Паша, благодаря Паше, кубок Стэнли пересек границу Европы-Азии. Я сегодня принес и советскому спорту подарил, я считаю, что мы вместе с Пашей подарили тот альбом с фотографиями, как это все происходило, Паша прекрасно помнит. Я сегодня, уже прошло 11 лет, еще раз говорю Паше огромное спасибо за то, что он приехал тогда из Детройта, он, во-первых, в Торонто музей не отдавал кубок Стэнли в Екатеринбург, в связи с криминальными делами, в общем, боялись они отдать тогда, помнишь, да, Паша, кубок Стэнли на Урал куда-то в Сибири, да, но благодаря настойчивости Паша, Паша сделал этот подарок городу Екатеринбург, и был тогда большой праздник, трое суток Паша давал автографы, и это все вот есть как раз на фотографиях, есть целый диск, фильмы сняли, удивлялись американцы, его показывали и в Америке, и везде как встречали, исторический момент кубок Стэнли пересекал границу Европы-Азии. Помнишь, Паша, я сейчас недавно смотрел, вот сейчас только смотрел опять эти фотографии, мы были с тобой помоложе, Паша, мы все с тобой гордимся и желаем тебе только самого-самого хорошего, а самое главное сегодня для всей нашей страны, для всех, наверное, спортсменов, это победа на Олимпийских играх и золотую медаль, которая единственная, что у тебя сегодня нет, но я думаю, с твоим старанием и умением, с твоим талантом, ну и, наверное, с нашей какой-то помощью мы это сделаем, да, Паша? И разрешите вручить сувениры, здесь атрибутика в НХЛ, я понимаю, что с атрибутикой в Детройте все нормально в НХЛ, но я думаю, это тоже и клюшка здесь есть, вот, как-то напомните про высшую лигу и про... Часы можно показать? Поговорить, часы, символика высшей хоккейной лиги, Лучший левый, да лучше, символика высшей хоккейной лиги. Поговорить. Спасибо. Ну и на последок, перед пресс-конференцией журналистов, у нас есть любимая фишка, мы ежегодно во время Харламов трофе берем фотографию нашего хоккеиста-лауреата и выходим в народ, потому что говорят, вот, он хоккеист, все его знают, а на самом деле не все. Вот показываем его фотографию обычным людям, прохожим, и они пытаются его узнать. На этот раз мы немножко облегчили задачу, мы пошли в Екатеринбург и как раз решили проверить, знает ли там Паша хорошо. Запустите, пожалуйста, ролик. Один из самых известных российских хоккеистов. Сейчас он заезает НХЛ, и на него мечтают быть похожими миллионы мальчишек по обе стороны океана. При этом Павел родился и вырос в Екатеринбурге. Мы решили узнать, вспомнят их героя в родном городе. Девушки, здравствуйте. Знаете, сколько там еще на руках Терриза дожил? Нет. Какие будете? Мы поделили на девочку? На девочку. Да. Что, передаем? Да. Как вы, Павел? Павел. Привет, ты мощный перец, поднимай стиль на Урагу, поверь на себя. Ну да, наш северночанин, наш великий хоккеист, который сейчас занимается детьми и очень много делает для детского спорта. Фамилию просто вы видите? Павел Дацук. Ну, по-скольски, по-нашему, по-уральски. Вообще, мы за него всегда болеем и надеемся, что когда-нибудь, когда он закончит свою спортивную карьеру и вернется все-таки к нам, не останется там ни в Канаде, ни в Америке, а вернется и будет заниматься нашими детьми. Хотя он это и сейчас уже делает. И самое важное, наверное, то, что таких людей очень мало, которые занимаются именно этим, продвижением нашего спорта здесь, на Урале. Кто это? Можете узнать? Дацук. Да, какой-то привет. Можете на камеру попросить? Ага. Привет. Большой привет уральской знаменитости. Какие? Кто это мужчина? Можете опознать? Как его зовут? Дацук Павел. Паше привет какой-то. Можете передать? Да. Паша. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Кто это мужчина красивый? Чуть-то чуть не сказал. Не могу. А мы читали, фотографию взяли. Я очень горжусь за него. Честно говоря, классный игрок и постоянно смотрю, восхищаюсь. Просто он красавчик. Вот, что лицо. Я знаю, кто же. Ой, а вот он. Давайте перезвоню. Это мой фестер. Как он там, знаете? Ну, а как и есть. Господин Дацук, привет привет от любящих соседей и от людей, любящих хоккей. Россия, вперед. Знаете, вот короткую, да? Да, я знаю. Как он его зовут? Он приезжал вот недавно. Тут класс показывал детям. Павел? Дацук. А кто нас тогда филосисты знает? Конечно. Ну, по-моему, все. Павел, ты молодец. Я часто смотрю новости и так далее о спортивной жизни. Немножко наслышаны твои акции, то, что ты делаешь под открытию школ для развития занятий детским спортом. Поэтому, успехов и удачи тебе, короче, начнем. Это очень интересные другие слова. Дацюк, Павел Дацюк. Что думаете? Все, слабые вы. Какой-то привет можете ему передать? Павел Дацюк, большой тебе привет от твоего земляка в районе. Павел Дацюк, вы что? Не понимаете, не поранчивай. Павел Дацюк. Повел Дацюк играет Павел на наш змной. Уралик. Пограл нанесtsåий вот таких уг Chamundi Павел OK, Наш увидел уборщиков показать порку приемов. Чтобы она будет горд друзья, как всегда держалась. Если вы только первые места занимали, повел. В Магет захватывали. В общем не бывает, жеめっちゃ Wahoo коврит. Мы даже играли на эффективность. Правильно rippingounения в Магетахaurais. А кто то, знаете, тем сillarка Уралик какие? Да, 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 да. Наталья одна впадающая играет Фрэнк Хоралл. Павел? Какой-то привет можете ему передать? Да, он вообще классный парень. Мы всегда болеем за наших. Дай Бог, следующую Олимпиаду мы выиграем. Всего доброго. До свидания. Мы опросили около ста случайных прохожих. Меньше всего Павла знают молоденькие девушки. И это не удивительно. Ведь всем известно, что Павел давно и сейчас его женат. Зато можно сказать точно, что в Екатеринбурге у него есть настоящие поклонники среди крепких уральских мужчин. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы уже показательные вот это видят. Насколько это вот по отношению к Павлу. Ну конечно. Вы уже будете Олимпиаду комментировать? Я надеюсь. У нас перед пресс-конференцией такой разогрев. Мы на сайте три дня висел опрос. Болельщики задавали тебе вопросы. Задали много. Мы выбрали пять самых интересных с нашей точки зрения. Вот эти пять мы зададим, а ты выбери потом лучшие из этих пяти. Ну как обычно мы это делаем. Первый вопрос такой. В Екатеринбурге ходят слухи о вашем участии в строительстве новой хоккейной арены. Как вы помогаете участвовать в развитии автомобилиста? Что-то есть такое? Какое участие какое-то? Участия в автомобилисте нету никакого. Я туда не лезу. Это хоккейная команда профессиональная, так что я не знаю чем занимается. По поводу проекта я участвую в строительстве недвижимости в Екатеринбурге. По поводу арены это будущий проект, об котором мы сейчас собираем информацию, чтобы в будущем построить школу детскую там. Школу ДЦК в Екатеринбурге. Ну школу. Она не обязательно будет называться ДЦК. Второй вопрос такой. Говорят, что мы выбираем наше увлечение хобби в зависимости от того, чего нам не хватает в основном в виде деятельности. Так чего же такое есть в рыбалке, чего нет в хоккее? Червяков. Наверное, успокойся все-таки. Это где-то уединиться, побыть одному или с друзьями на рыбалке. Настоящие рыбаки не разговаривают, не пьют, как на хоккее. Так что, наверное, вот этого не хватает уединения, спокойствия. Ну и, наверное, нашей русской природы такой. Где вокруг озер нету домов, как в Америке это сделано. Так что уединиться, посидеть, подумать, мысли. В нынешнем сезоне НХЛ свитера с вашим именем вошли в тройку самых продаваемых. А в прошлом году вы были только девятым. С чем связываете такой успех? Я наладил поставки в Екатеринбург. Павел, мне интересно вот что. В конце 90-х в Детройте оборвалась карьера Владимира Константинова. Вы как-то пересекаетесь с Константином? Какие у вас отношения? Не у тебя лично, а у клуба. То есть как вы к нему относитесь в Детройте? Он его привозят на игры. Он ходит, но не на костылях, а на такой колясочке. Я думаю, в этом году из 21 игры он был на играх четырех. И в Плоуфе он был на трех-четырех играх. Его приводят в раздевалку перед игрой. Он посидит с командой несколько минут. Его уводят обратно и на трибуну сажают. И благотворительный турнир перед сезоном делают иногда в помощь ему. Клуб – это все организовывает клуб. Ну и пятый вопрос. Как раз о футболе говорили. Павел, скажите, вам будет интересно, если Фабио Капелло лично пригласит вас принять участие в тренировке сборной России по футболу или даже сыграть в ее составе в каком-нибудь матче? Ну, каждый должен, наверное, заниматься своим делом. Будет интересно, но я не смогу принять участие. Откажетесь, да? Ну, я и так народу веселю много. Еще там повеселить это уже слишком. Хорошо, спасибо. Напоминаю эти вопросы. Первый был, наоборот, про капелло, вопрос про свитера в Детройте, вопрос про рыбалку, про Екатеринбург и строительство, и про Константинова. Какое тебе больше понравилось? Ну, про Константинова понравилось то, что народ не забыл его, что спрашивают про него, конечно. Потом, после церемонии, болельщику, у него ник АБСИМ в интернете, там подпишешь пожелание, автограф, у нас есть символика из Советского спорта, приз. Вот, а сейчас давайте мы тогда устроим пресс-конференцию среди журналистов. Если у вас есть вопросы, поднимайте руку. И не обязательно журналистам, может, Сергей Наилевич, есть вопросы там у любого человека, и мы передаем микрофон. У кого вопросы? Все, спасибо, до свидания. Павел, вы продлили контракт с Детройтом, хотя мы все знаем про предложение из ЦСКА, но понятно, что дело не в деньгах. Какой главный аргумент все-таки был, почему вы остались в Америке? Ну, я уже много раз говорил, и в интервью это было все-таки… Я считаю, что НХЛ сейчас на данный момент самая сильная лига, и пока у меня есть силы, я могу развиваться, доказывать. Я, наверное, буду там играть. Следующий вопрос, не забывайте представляться. Майкл Кравченко, Рашид Эй. Хотел уточнить некие моменты. Вот вы играли в КХЛ, и в том числе, конечно, НХЛ, продолжаете играть. Наверное, уже озвучили кучу раз разницу между оба лига, но вкратце, сейчас после столько времени уже активные играющие, в чем главная там разница между, скажем, российской хоккей и американской, канадской хоккей. И второй, естественно, вопрос уже непосредственно по поводу подготовки уже к Олимпиаду. Какие три главных, скажем, привычек, которые вы обычно делаете, когда готовитесь к серьезным соревнованиям? Спасибо. Ну, вкратце, по разнице, это уровень хоккея и отношение хоккея. Это две большие разницы, которые бросаются в глаза. По привычкам, вы сказали, три привычки. Ну, первое – перестаем пить. Ну, курить мы не перестаем. А, наверное, первое. Ну, и все-таки это одна из привычек меньше читать газет, потому что чем ближе к этому, тем больше информации, это плохо влияет. третью, даже не знаю пока, какую. Две пока. У нас есть из народной газеты тоже болельщики-читатели, которые наши газеты. Вы тоже подготовите вопросы, если у вас есть интересные. Ну, я самый старый из журналистов спортивных, так сказать, которые связаны с хоккеем. Вопрос такой. Вот насколько его контракт, ваш контракт в Детройте повлиял на банкротство этого города? Мне стыдно говорить за Детройт, но, похоже, он повлиял серьезно. Еще вопрос. Вообще, вот чувство юмора, так сказать, когда оно спасло вас в самом сложном для вас периоде жизни? Когда я убегал из Детройта, из квартала криминального. Нет, с чувством как бы с юмором намного легче жить, относиться ко всем неурядицам, каким-то проблемам с юмором. Понятно, что это не всегда помогает, но намного веселее жить. И вокруг в основном это друзья, кто помогает. В основном у меня тоже такие веселые ребята все. Такой последний. Вообще, жизненная философия ваша, в чем она, собственно, выражается? Помогать другим, если кратко сказать. Стараться помогать. Я понимаю, что это громко звучит. Спасибо. Меня зовут Сергей Севастьянов, блогер Народной газеты. Ник, болельщик Спартака. У меня к Павлу два вопроса. Первый вопрос. Как вы оцените уровень детско-юношеского хоккея на данный момент в России? И второй вопрос. Если Фабио Капелло вас пригласит на рыбалку, пойдете? Спасибо. Что-то мне все сватает капелло мне почему-то. Если по пятибалльной системе оценить уровень юношеского хоккея, ну, юношеского, мы говорим, какой возраст до какого. Я вот только могу оценить, вот дети, которые приходят к нам, например, в школу, это восемь-четырнадцать лет. То, если по пятибалльной системе, то я, наверное, бы двойку поставил. Про рыбалку я готов рассмотреть предложение. А можно чуть поподробнее, Паш, почему мы отстаем от этой двойкой? То есть чего нам не хватает по сравнению с Североамерикой? Ну, здесь много причин. Отношение детей, отношение родителей. Одна из проблем – это родители теперь стала главная проблема. Родители выжимают уже детей в таком возрасте, от них требуют. Так что уже ребенок к двенадцати годам, ему уже этот хоккей, удовольствия он от него не получает. Так что это одна из проблем родителей тоже. Павел, тут много говорят о юморе. А как вам последняя шутка Белядинова, который отменил ледовые тренировки на сочинском сборе, заменив встречи как бы с президентом и просто прогулкой по объектам? И вообще нужен ли ледовый сбор был? Как вот на ваше мнение для нашей команды? Я могу только сказать за себя. Я стараюсь уже больше с возрастом на лед не прикасаться. Только в сентябре уже, когда приезжаю в Детройт. Шутка, значит, мне понравилась, мне она подошла в тему. Но на вторую часть вопроса я не смогу ответить после этого. В. 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 Можете прокомментировать слова о Зеттерберге? Это его решение. Моя позиция. Я православный, я думаю, этим все понятно сказано. Артем Мельников, Радио Спорт. Павел, вы сказали, что у нас родители давят на детей, а что в Америке не давят, там какие-то другие родители. У меня не хватает времени за другими дни смотреть. Мы все-таки, я родился в России, в данный момент Екатеринбург, я смотрю по Екатеринбургу, но это, думаю, общая проблема по России. Так что я пока переживаю за наших детей. Спасибо, Павел. Тоже блогер Народной газеты, Алексей Ищенко меня зовут. Я думал, что один из вопросов, которые были озвучены из тех пяти, все-таки он прозвучит, но его не было. Но я его все-таки продублировал. Вот здесь говорили про Зетерберга и других, допустим, ваших партнеров. Вот вопрос такой. Сейчас в команде Детройт достаточно много возрастных игроков, те, которые за 30. Ну вот там Бертутс и Зетерберг, там вы, и в частности, скажите, а вам по плечу будет бороться с таким возрастным составом за Кубок Стэнли? И второй вопрос там будет. В связи со сменой дивизионов, не будет ничего такого, скажем так, много нового, что ли, или меньше эпических битв, допустим, тем же Чикаго? У нас возрастная команда, вот сколько я нахожусь в Детройте, все время возрастная команда, и теперь я уже подкрался к этому возрасту. И все время перед началом сезона все время говорят, что это проблема, это проблема, но из года в год, если посмотреть, команда, которая 20 лет попадает в плей-офф, это тоже много говорит за себя. Значит, менеджмент на правильном пути. Конечно, надо обмолаживаться, чем и занимается. Это может быть такая получилась, что Альф Шацана взяли, вроде опять Детройт набирает ветеранов. Это, думаю, не так совсем у нас. Конечно, есть разрыв ветерана и молодежь, у нас нету среднего звена, не так много, может быть. Но зато у нас будем использовать большой опыт, как на скачках, будем вырываться в конце, а не в начале. А по поводу второй вопрос, вы можете повторить? Ну, у нас есть свои соперники, с кем мы боремся, каждый раз и Коламбус, и теперь уже нелегкие игры Нэшвилл, Чикаго. Теперь у нас будет смена картинки, теперь у нас будет поменьше перелетов. Я уже раз сказал, что меня спросили, что теперь нового будет. Я говорю, новые арены, новые гостиницы, новые девушки. Но это, на самом деле, думаю, для меня это будет большой плюс, потому что каждый год играть с одними командами, с одними защитниками, все-таки это чуть-чуть не мотивирует уже, так что это будет для меня, думаю, интересный сезон, не говоря уже о Олимпиаде, если Бог даст. Вопрос от советского спорта один. По поводу этой композиции «Обладатель двух золотых рук» в Екатеринбурге поговаривают, что она стоит у вас на входящих звонках на мобильном телефоне. И в продолжение, не удивило ли вас отсутствие в этой песне упоминания про московское «Динамо» и чемпионство, и ждете ли вы новый куплет про ЦСКА? Так, насчет первого сразу скажу нет, я очень ее почти что не слушаю, эту песню, потому что я считаю, что это чуть-чуть сделано пафосно, хотя в ней есть, на самом деле, история. По поводу дополнительного куплета, ну не мне решать. А почему куплета? Почему не целая песня? С ЦСКА-то, с финансами. Можно целую песню придумать. Павел, скажите, пожалуйста. Все. Ну какой-то крутой, наверное. Павел, скажите, пожалуйста, видите ли вы себя в качестве хоккейного функционера в России после окончания карьеры или, скажем, тренера? Спасибо. Ну, тренером навряд ли. Нет огромного желания. Посмотрел, как работают тренера. Это очень тяжелый, очень такой труд. Честно, нет пока желания поработать. А вот функционерам, может быть, для создания какой-то детской школы это было бы интересно, сделать что-то новое. Удалось ли тебе, Павел, посмотреть в России уже фильм «Легенда номер 17», какое у тебя впечатление осталось? Да, очень много друзей говорили и хотели прислать мне диск. Отказался от этого, говорю, приеду в Екатеринбург, буду смотреть в кинотеатре. Приехал в Екатеринбург, уже фильмов нет. Но спасибо друзьям, которые организовали просмотр в кинотеатре. Так что мы собрали своих друзей, сходили в кинотеатр. Фильм очень понравился. На самом деле, очень, ну, как мне показалось, может быть, там чуть-чуть было придумано, но все-таки очень понравился, я очень впечатлен. В конце аплодировали? Да. А кстати, что там придумали, переставленные даты и все. У нас есть даже люди, которые снимались в этом фильме. Вы же снимались, да. Ничего не придумали. Воспоминание ко мне. Кстати, Паша, у тебя не было там предложений в Америке, может, тебя когда-то сниматься звали, кроме рекламы? Нет. У меня пока нет. В Голливуде нет. В свободного времени нет. Понятно. Каждый должен заниматься своим делом. Паша, такой вопрос. Ты, играя в КХЛ, сейчас локал забил, прекрасный, один из своих феерических буллитов, да, трактору, помнишь, да, наверное, последний гол был. Мы сможем вот такое же увидеть на Олимпиаде? Реально это или нет? Честно, в таких моментах, думаешь, лишь бы забить, так что об этом феерического ничего. Я думаю, в данный момент будет на Олимпиаде важны все мясные голы, а не красивые. За это ничего нам не дадут, за красивые глаза. Буду учиться? Про задание, насколько ты добываешься, после игры, ну, в НХЛ, а буллит исполняется, сколько ты думаешь, чтобы эффективно или эффективно? Эффективно, чтобы, лишь бы это, не подвести команду в основном. Это уже. Кто забил? Семен Горкевич, у меня новости, Павел. Еще один вопрос на тему Олимпиады. Есть ли у вас желание, может быть, мечта такая в Сочи выступить капитаном сборной и готовы ли к этому? Есть мечта у меня помочь команде как можно больше капитаном, или я буду воду подавать, это уже не имеет значения для меня. Главное помочь. Павел, еще такой вопрос по поводу того, что вот, да, вы как раз за Детройт, вот всякие там трюки делать и так далее. А в чем разница играть за сборную и играть за Детройт? То есть, есть там другой подход к этому, игроки, они тебе как-то по-другому относятся в сборной, отличие от Детройта, в Редуингде. Ну и, в общем-то, основные такие разницы между вот этих двух команд. Я извиняюсь, а вы откуда? Не из газеты, а из страны вы. Я из Англии. Англии. Вот так же можно, когда одеваешь майку Детройта, ты слушаешь американский гимн перед игрой, а когда одеваешь майку России, русский гимн. Думаю, здесь будет все понятно, если вы так же сделаете. Хорошо. Еще вопросы? Руки. Не вижу ваших рук. Есть? Павел, скажите, вот вы всегда неординарны в хоккее, в своих решениях. Вот любой трюк, он экспромтом, и это продуманный какой-то трюк, над которым вы работаете на тренировках. Или это спонтанно возникает, вот когда какие-то обстоятельства, что-то, так сказать, как искра какая-то? Ну, большинство, если мы говорим про буллиты, конечно, тяжело, чтобы спонтанно придумать. Если мы говорим про какие-то в игре движения, они приходят и уходят. Их создают соперники или сам их создаешь искусственно. Так что их тяжело. Но чем больше ты играешь, уже большинство трюков этих получается из опыта. Ты уже где-то был, сделан анализ, в следующий раз ты сделаешь так. У меня три дня назад было. Мы играли в любительский хоккей. У меня друзья, парень, друг у меня не катается на коньках, но вот встал недавно. И я два раза его пробовал бы играть, и у меня все время попадает шайба то ему в клюшку, то в конек. Я думаю, как так, я что разучился за два месяца? А он не по-хоккейному катается, и получается у него движение шарнирное, и я все попадаю то в конек ему, то в клюшку. Так что лучше играть с хоккеистами профессиональными. А вот продолжение этой темы. Вы кому-нибудь завидуете в исполнительском мастерстве? В общем, если вспомнить, все поколения, что-то такое произвело огромное впечатление до сих пор у вас, так сказать, в памяти. Всем завидую, если честно. Охота все получить и все сразу. Не всегда это получается, но хотелось бы. И последний вопрос. Вот такое ощущение, что у вас несколько глаз и на затылке. Как вы чувствуете интуитивно партнера, ситуацию? Как это у вас получается? Потому что все ваши решения очень правильные и верные. Как это от Бога, что ли, или действительно это путем каких-то тренировок, каких-то других, так сказать? Хотелось бы, чтобы они были все на самом деле верные, такие продуманные. Но как североамериканская школа тренеров уже заставляет помогать своему партнеру, кричать на поле, подсказывать. Так что теперь надо иметь не глаза, а уши. Иногда это очень помогает. Спасибо. Павел, у меня вопрос, если можно, в продолжение этой же темы. Вот я здесь. В Америке есть баскетбольный цирк, да? Гарлем Глоб Троттерс, они ездят по всей планете, показывают какие-то трюки. Вам подобных каких-то предложений не поступало сделать какое-то подобие хоккейного цирка? У меня желание было сделать вот как фигурное катание, вот было шоу на льду. Вот такое же сделать хоккейный, типа цирка ДСЛА. Но пока не до этого, здесь у меня свой цирк такой здесь идет. Хотел спросить, а вы действительно много подсказываете во время игры? На самом деле очень тренер требует, чтобы кричали, чтобы слышно было даже. Это очень дополнительный такой козырь. Павел, вы оценили на двойку готовность наших детей, скажем, от 8 до 14. А вот повыше возрастом, там немножко получше ситуация? Я имею в виду даже большее МХЛ, создание МХЛ и ее деятельность? Я не могу про них сказать, потому что я не сталкиваюсь с ними, не вижу. И я говорил, оценил на двойку, это детей, кто в Екатеринбурге приходит к нам в школу. Хоть их немного, по ихним, может другие-то и лучше. Вопрос такой, Павел, вы перед Новым годом, я знаю, ходили в театр, там Радунов Александр пошел, Гробовский. Вот расскажите, без рук вроде билета давал, да? Да. А вот походе мы в тайне держали до поры до времени. Хотелось бы узнать подробнее. Узнать, ходили мы или нет? Как? Это Радуну самая голодность будет. Не, ну на самом деле я рад такому обстоятельству, что мы общаемся с некоторыми артистами, они помогают. И чтобы у меня была такая возможность сходить на некоторые спектакли, когда я был в Москве, с большим удовольствием. Но это тоже у них можно поучиться многому, даже надо учиться. Вот, например, для себя много, черпая, как это играет, и у них тоже очень тяжелая работа. Жалко, что в Детроте нету наших спектаклей. Да, мы общаемся. Давайте три последних вопроса. Да, Паша, еще по поводу Харламов трофей. Все-таки пока как-то не слышал как-то ваше личное мнение, что это означает второй раз его выиграть. И, в общем-то, когда вернетесь в Америку, они вот, коллеги, они будут знать, что это, и будут оценивать, что вы все-таки достойно уже второй раз обладаете в этот группу. Я очень приятно удивлен был, когда только сказали, что я выиграл. Уже начали поздравлять меня сразу в Америке, писать и болельщики, и на Твиттер, и везде. Очень так, что я думаю, они следят за этим трофеем. А для меня это очень большая честь. Я, на самом деле, очень рад, и тем более в год, когда фильм вышел, для меня это одно из таких приятных подарков на юбилейный свой. День рождения был у Паши недавно. Так что подарки можно доносить еще, не прошел год. Два последних вопроса у кого было. Вы, наверное, помните, вот, хотя вы на том чемпионате мира не участвовали в 2011 году, тут раз говорили о трюках, о голе Гронглунда, вот этого финна, который нам забил. А вы не смогли бы такой повторить трюк? Я пробовал, не получается мне. Жалко. Надо мне контракт подписать с клеем, с моментом или с супер-клеем. Просто у меня было бы пожелание, чтобы вы вот на Олимпиаде, ну, минимум финнам, максимум канадцам. Так вот. Если бы за это давали медали, а не по лицу. Павел, наверное, последний вопрос я узурпирую. Валерий Харламов для вас. Это кто? Сможете сформулировать? Наверное, учитель, с которым мне не посчастливилось пообщаться, но которого я смотрю, которого стремлюсь к такому же, что и он один из таких, кто небольшого роста, но очень добился многого и уважения не только окружающих, а вообще всего мира, хоккейного и нехоккейного мира. Так что это тем, за кем мы стремимся. Для меня это вот. Спасибо большое. Ну все, уже вопрос закончен. На этом я хотел бы закрыть официальную часть. Продолжение следует.